Приветствую всех наших зрителей на канале. Благодарю, что находитесь вместе с нами. Сериал с названием «Метод Михайлова». Его нам покажут с 27 сентября 2021 года. По телеканалу НТВ в сериале 20. Предлагаю вам вместе с нами ознакомиться с содержанием серий. Итак, начнем. Первая серия. В город Аркадьевск возвращается хирург Максим Михайлов, чтобы ухаживать за матерью с болезнью Альцгеймера. В первый же рабочий день в больницу привозят Антона Батурина, сына мэра вместе с девушкой Софьей. Они жестоко избиты неизвестным бойкером. Максим успешно оперирует девушку вместо нейрохирурга, к огорчению трансплантологов, прибывших за донорскими органами. В это время расследованием преступления занимается оперативник Саня Михайлов, брат Максима, находящийся с ним в ссоре. В отличие от майора Петрова, пытающегося повесить преступление на Кирилла Брагу, бывшего парня Сони, опер Михайлов ищет настоящего преступника. Придя на работу следующим утром Максим обнаруживает исчезновение пациентки. Оказывается, ее перевели в областную больницу. Вторая серия. На вокзале города беременной женщине становится плохо. Ее приводят в городскую больницу. По анализам у женщины перитонит, Михайлов делает операцию и спасает ребенка. Самарин в шоке от поведения врача и его методов работы. Максим пытается выяснить у Логинова, по какой причине Софью перевели в область. В это время Александр Михайлов узнает, что Кирилл Брага написал признание, ему сообщили, что Софья умерла, к Михайлову с ночевкой приезжает дочь Лиза, соврав матери, что едет к подруге. Галина Петровна рассказывает Михайлову, что Софья незадолго до трагедии делала ДНК-тест в клинике Мюдихил. Как только Михайлов заходит на сайт клиники, анализы девушки исчезают. Третья серия. Михайлов пытается разобраться с анализами Софьи. В клинике Мюдихилпон встречается с Зубовым. В больнице Максим оперирует Алексея Никитина, подстреленного Борисом Фокиным, ревнивым мужем его любовницы Нины. Восстановив кровоснабжение и вытащив пулю, Максим откладывает операцию. Сослуживец Фокина Семенов обманом забирает пулю. Фокин тем временем стреляется сам. Его также оперирует и спасает Максим. Фото младенца, мать которого оперировал Михайлов, попадает в сеть. Отец ребенка грозит больнице судом. В нападении на Софью с Антоном подозревают местных байкеров. Саша Михайлова снимают с дела, но он продолжает собственное расследование. Света, бывшая жена Максиму, узнает об обмане дочери. Четвертая серия. Максим оперирует пациентку Валееву, попавшую под машину Гарика Туманова. Спасти ее не удается. Узнав о ее смерти, родственники девушки избивают Максима. Петров допрашивает Туманова, но тот отрицает свою вину в наезде. В кабинете появляется Валеев и избивает Гарика. Сделав вид, что у него скрутило живот, Гарик отпрашивается в туалет и пытается проглотить иглу. Павлов понимает, что он сделал. Михайлову удается достать иглу. Максим хочет, чтобы в этом деле разобрался Саша. Из-за претензии Николая, отца новорожденного ребенка, Михайлов пишет заявление на увольнение. Саша находит водителя, сбившего Валееву, но ее мужа уже не остановить. Света разрешает Лизе пожить с бабушкой и отцом. Добрынская пытается разобраться в деле Софьи. Пятая серия. Галина Петровна обнаруживает Добрынскую мертвой. Максим лечит пациента Горина и параллельно обнаруживает, что его мать дает ему капли, которые приводят к неадекватному поведению. Он отменяет неправильное лечение. У Горина открывается кровотечение, но Максиму удается его спасти. Таран принимает Сашу в байкерский клуб. Михайлов пытается выяснить у Кирилла, не планировали ли они с Софьей ребенка. Также он заводит разговор о Софье с Логиновым, но главврач просит Максима не лезть в это дело. Логинов предлагает Михайлову остаться работать в больнице. Накануне важного турнира во время тренировки по спортивной гимнастике Кати Гребенкина срывается с турника. Шестая серия. Тренер Инна Генриховна везет девочку в больницу, подозревая, что у нее сломано ребро. Перелома нет, зато на снимке видны следы старых переломов, а в крови и моче присутствует препарат, маскирующий прием допинга. Тренер же утверждает, что допинг спортсменке не давала. Девочка сбегает из больницы на тренировку, но вскоре оказывается на операционном столе, на этот раз с проткнутым ребром легким. Максиму удается выяснить, что на самом деле произошло с девочкой и отговорить ее от рокового шага. Александр Михайлов продолжает поиски байкера, напавшего на сына мэра и Софью. Седьмая серия. В больницу прямо с ужина из ресторана попадает Татьяна Тропинина, супруга известного нейрохирургой Федора Тропинина. Тропинин настаивает, что сам будет оперировать супругу. Михайлов ему ассистирует, а когда Федору Максимовичу вдруг становится плохо, заканчивает вместо него операцию. Потом Михайлов, оперирующий уже самого Тропинина, находит у него опухоль. Доктор знает о болезни, но понимая ее исход, лечиться не хочет. Михайлов уговаривает его согласиться на операцию, Лиза ругается с мамой и убегает из дома. Таран встречается с байкерами. Штырь рассказывает им про мента Михайлова. Сашу избивают. Восьмая серия. Самарин оперирует пациента Лобанова. После операции тому мерещится разговор в коридоре, якобы у него хотят изъять органы. Отследив Лизу по сигналу телефона, Саша с Максом едут за ней и забирают с собой. В больнице у отца Лизы знакомится с Глебом, сыном Самарина. Максим делает операцию Сергею Зайцеву, распилившему себе ногу, и спасает ее от ампутации. Максим предлагает Лобанову написать отказ от донорства, чтобы тот успокоился. Тем не менее, Лобанов сбегает из больницы. На остановке ему становится плохо, он умирает. Настя по просьбе Михайлова-младшего делает фото дело Батурина, Света разрешает Лизе пожить у отца и бабушки. Девятая серия. Саша ведет слежку за Тараном. На того нападают двое незнакомцев, но Саша помогает ему отбиться. Логинов устраивает собрание по поводу смерти Лобанова, на котором делает выговор Николаевой за то, что пациент отказался от сотрудничества с Центром трансплантологии. В больницу приходит сын Лобанова Вадим, чтобы разобраться в случившемся с отцом. Он уверен, что у того изъяли органы. В дом Михайловых пробирается Ян. Он открывает газовые конфорки и уходит. Михайлов оперирует парня Рому с переломом ноги. Во время операции в больнице отключается электричество. Десятая серия. Из-за скачка напряжения выходит из строя аппарат эндоскопа. Вернувшись домой, Максим чувствует запах газа. Он закрывает конфорки и обнаруживает след от ботинка на окне. Вадим Лобанов открывает стрельбу в больнице, требуя главврача. Он стреляет в Дергуна, убивает медсестру и берет в заложники Зинакову, Павлова, Михайлова и Вику. Максим пытается с ним договориться, к операции подключается спецназ, Вадима убивают. Макс разговаривает с уволенным из органов братом, он уверен, что все происшествия в больнице не случайны. Благодарю за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok